Сегодня большинству артёмовцев уже трудно представить свою жизнь без интернета, который открывает безграничные возможности общения, обучения, поиска любой информации и многого другого. Стоит отметить, пришёл прогресс информационных технологий в дома и квартиры жителей Артёмовского городского округа благодаря компании Ростелеком. В нашем районе прокладкой оптиковолоконной связи, подключением абонентов к интернету, обслуживанием линии и устранением неполадок занимаются сотрудники линейно-технического цеха Артёмовский район, Монстед города Ирбит, Екатеринбургского филиала ПАО Ростелеком, которые в случае даже внештатной ситуации всегда готовы устранить любые повреждения на линии или сбой системы. Так, Ростелеком в Свердловской области провёл тренировку по устранению аварии на подводной магистральной высокоскоростной линии связи Европа-Азия, которая пересекает реку Богоряк в Сосердском районе. Магистраль федерального значения, по легенде, повреждённая вследствие исхода льда, размыва русла и берегов реки, была восстановлена за четыре часа. Здесь у нас, по легенде, произошло повреждение кабеля путём размыва вышедшей из берегов речки. По легенде, мы должны выехать на место повреждения и устранить повреждения в контрольные сроки. Бригада выехала на место повреждения после произведения контрольных измерений с ближайшего объекта связи. Приборы показали место повреждения в реку. Здесь мы сделали вантовый переход, который вот видно здесь вот через речку. Соответственно, по вантовому переходу проброшен временный кабель, который заведён с одной стороны в палатку, с другой стороны в КАМАЗ, где у нас находится лаборатория измерительная, и мотируются две муфты. Одна в палатке, вторая в КАМАЗе. Для устранения повреждений на речном переходе применяется временно оптическая вставка на 32 оптических волокна. Оконцованы с обеих сторон оптические муфты, не только 96. А что это даёт нам, вот эта временная вставка? Временная вставка даёт нам, значит, уложиться, даёт нам возможность уложиться в течение 10 часов, вот, устранить повреждения. Она покроет возможности вот этого повреждённого? Конечно. Она заменит таким же объёмом, нет, или всё-таки меньшим объёмом? Она на 32 волокна, то есть такая же, как и существующая линия связи. Данный оптический кабель у нас, значит, является частью кабельной магистрали 746, которая входит в состав транзита Европы-Азия, то есть фактически соединяет западные и восточные рубежи нашей Родины или Европу и Азию. Значит, данный кабель у нас ёмкостью 32 оптических волокна, по нему идёт высокоскоростной интернет, телефония, пакетная документация. Системы, значит, Министерство обороны, внутренние дела, ФСБ. Напомним, этой весной из-за большого количества снега и высоких температур на Среднем Урале наблюдается особенно неблагоприятная паводковая ситуация. Тренировка по противостоянию, половодию прошла в тяжёлых условиях, максимально приближенных к реальным. Ведь, по словам Валерия Деменьшина, начальника транспортного цеха технической эксплуатации, телекоммуникации Екатеринбургского филиала «Пау-Ростелеком», самую большую опасность для кабеля представляют мелкие речки, ручьи и овраги. А связисты, в свою очередь, должны быть готовы к любой ситуации и устранить аварию любой сложности. Кроме того, постоянно проводить предупредительные работы. «Самая большая опасность повреждения кабеля находится не на больших реках. На больших реках, как правило, всегда уже сделаны хорошие переходы. Я вам про них рассказывал. ГНБ-переход называется. Горизонтальное наклонное бурение. И там они защищены от возможности попадания под ледоход, под размывы берегов и так далее. А вот мелкие речки, особенно ручьи, овраги, это очень опасно. Потому как начинает таять снег сходящий. Вот овраг буквально небольшой, да, вчера был? Буквально, может быть, там, сантиметров 30-40 глубиной. А через день он уже провалился на 2 метра. Естественно, кабель начинает его вымывать. Опасность в том, что ручей порвет сам кабель, мала. Но вероятность того, что кто-то придет и топориком тюкнет, велика. Исключение из правил. Но это исключение из правил всегда может возникнуть. Поэтому мы и тренируемся, чтобы быть готовыми всегда. Почему исключение? Потому что основная задача нашего подразделения – это предупредительная работа. Предупредить все аварии, которые могут произойти на сети. И мы не должны допустить этого. Таким образом, мы проводим регулярно измерения самих оптических волокон, их параметров, знаем, в каком состоянии находится у нас кабель. Мы проводим измерения глубины залегания кабеля в днищах рек и берегах. Зимой это делается специальными методами, специальными приборами. И поэтому мы знаем, где у нас самые опасные места. Если мы находим такие опасные места, то заказываем денежки на капитальный ремонт и проводим ремонт его до того, как будет повреждение. Для оперативного восстановления связи на берегу реки Богоряк были развернуты телескопические мачты высотой 4 метра и организован воздушный вантовый переход магистрального кабеля через водную преграду. Место повреждения многокилометровой магистрали было определено с точностью до сантиметров специальным прибором – рефлектометром. Сварка волоконно-оптического кабеля прошла в полевых условиях, в специальной палатке и кунге аварийной машины. То есть вот укладываем волокна в сварочный аппарат. Производим также скол на втором волокне. То есть происходит листировка по камере, по наружной оболочке выставляется, вот вся сварка произведена, вот оценка потерь на этом сростке. На время неблагоприятной поводковой ситуации сформировано три аварийно-профилактические группы, три ремонтно-восстановительные бригады, 65 аварийно-восстановительных команд связи, отметили организаторы учений. Кроме того, на сегодняшний день связистами полностью завершены работы по проверке глубины залегания кабелей в днищах и берегах рек и ручьев. Проведены аварийно-тренировочные выезды. Уточнены схемы оповещения в случае аварийных ситуаций. Подготовлены резервные источники питания на объектах связи. При необходимости специалистами компании будут использованы обходные направления связи. Задействована резервная аварийная радиосвязь. В этом году на территории Свердловской области выявлены семь паводкоопасных направлений, обозначенные бассейнами следующих рек. Нейва, Синечихареш, Ницца, Пышмаревт, Тагил, Черная, Выя, Салда, Уфа, Серга, Артя, Ачит, Сарана, Чусовая, Ревда, Белембай, Сухая утка, Дикая утка, Исеть, Сысерть, Сосьва, Лозьва, Тавда, Тура. По итогам весны 2015 года абоненты Ростелекома не ощутили нарушений в работе интернета, телевидения или телефонии. Системы связи работали бесперебойно, подчеркнули в Екатеринбургском филиале ПАО Ростелеком.